Показ одежды от нижегородских дизайнеров стал хорошей модной традицией. Во второй раз нижегородцы смогли оценить новые коллекции от своих соотечественников. 10 дизайнеров и 10 невовторимых вариаций стиля. Каждый отметил для себя понравившийся предмет гардероба. Модели продемонстрировали одежду на подиуме. Теперь дизайнерам важно найти своего покупателя. Когда мы сделали в том году просто чисто фестиваль, вот исключительно с одной составляющей праздничной, мы поняли, что чего-то людям не хватает, дизайнерам, я имею в виду, профессионалам. Выяснилось, что не хватает им экспертной составляющей, им не хватает встречи с байерами, им не хватает серьезного разговора о дальнейшем продвижении своих коллекций. Ну вот получил он матрешку, получил он этот приз. Что дальше с этим делать совсем? А вот в этом году мы уже сделали очень серьезную деловую часть. Мы привезли очень крутых экспертов из Москвы. Это лидеры индустрии, это международная ассоциация байеров, это лучшие преподаватели музык-дизайна. Завершающей частью модного показа стала дефиле инклюзивной коллекции «Мода без границ». Модели из маломобильной группы населения продемонстрировали публике красивые платья и костюмы, чем заслужили самые многочисленные овации. Участвую я уже второй год подряд, и безусловно, только положительные эмоции. Мне очень нравится вот эта вот приятная суматоха, когда все не знают, что одевать, когда репетиция. Но это все очень приятные моменты, потом, когда все это вспоминаешь, все очень тепло и хорошо. Отзываемся о наших дизайнерах. Платье очень нравится, такое чисто девчачье. Мне очень нравится, очень подходит. И я очень комфортно чувствую себя на подиуме, поэтому я с удовольствием буду участвовать на следующий год. При проектировании одежды для людей с ограниченными возможностями есть свои особенности. Завышенная посадка брюк, тянущиеся ткани. Чаще всего в производстве такой одежды учитывается индивидуальный подход. Идея создания инклюзивной коллекции является ответом на простой запрос. Для маломобильных граждан в городе существует много мероприятий, на которых им хочется выглядеть стильно. Любая идея – это ответ на чей-то запрос. Роман Пономаренко – очень активный молодой человек. Он колясочник, инвалид-колясочник. И он аккумулирует вокруг себя и социализирует людей с инвалидностью. И поэтому мы с ним разговаривали как-то раз однажды. Я участвовала в его фестивале, который направлен на социализацию «Будь лидером», по-моему он называется, В качестве стилиста увидела огромное количество ребят, я с ними разговаривала лично и поняла, что у них есть запрос на модную одежду. Они тоже хотят быть красивыми, как и все мы. Слава Богу, сейчас вот этот проект адаптированной городской среды работает, и они много куда ездят. Они бывают на каких-то событиях, и естественно им нужна одежда. Удобная, красивая одежда. Ведь мы дизайнеры, работаем для людей, для того, чтобы им было удобно, красиво. И мы работаем для всех людей.